Всем привет, с вами Мистерия. Берсерк против Басаева. Каким был легендарный российский спецназовец? Полтора года назад не стал легендой русского спецназа Виктора Блинова. В группе Альфа боец имел позывной Берсерк, как нельзя лучше отражавший его боевые качества. Как и древние воины, германцы он не видел страха в бою. Впрочем, за пределами профессионального сообщества о Викторе Блинове по понятным причинам мало кто знает. Соседи и знакомые Блинова до конца жизни были уверены, что он работает следствием на заводе ЗИЛ, куда устроился сразу после возвращения из армии. Даже его жена так думала несколько лет, до 1991 года. На самом же деле, уже в молодости, когда Виктор Блинов поступал в институт на военного переводчика, ему предложили служить в Альфе. Создано в 1974 году спецподразделение КГБ СССР по борьбе с терроризмом. В некотором смысле, молодой человек был потомственным чекистом. Мачеха, воспитывавшая Виктора с 7-летнего возраста, работала в КГБ-цензором. Берсерк был спецназовцем с 1978 года, а уже на следующий год его отправили в охваченный хаос в Афганистан. Одним из первых заданий спецназа в Кабуле стало взятие дворца Таджбек, где укрывался председатель Революционного совета Афганистана Хафизула Амин, ставший неугодным Москве. Пока опытные бойцы штурмовали дворец Блинов, двое других альфовцев и несколько десантников овладели штабом афганских ОС. Они обошлись без единого выстрела благодаря соездному, пропустившему русских здания. Охрана штаба сдалась, будучи шокированным тем, что советские бойцы находятся и снаружи, и внутри. Эта операция принесла Блинову Орден Красной Звезды. Виктор Блинов обладал уже немалым опытом освобождения заложников, когда в 1986 году двое вооруженных дезертиров захватили Севшино-Дозаправковое, порту Уфы, самолет Ту-134. На борту находился 81 человек. Террористы, которых звали Николай Мацнов и Сергей Ягмурджи, потребовали, чтобы самолет немедленно вылетел из рубежа. Пока шли переговоры с охватчиками Блинов с двумя напорниками, тайно проник в набор. Когда один из террористов, приняв наркотик, отключился, Берсерк с коллегами провел штурм салона. На это потребовалось всего 8 секунд. Находившийся в состоянии опьянения Мацнев был убит пулеметной очередью, а лежавший без сознания Ягмурджи получил ранение в ногу. Но, как считают многие, главное испытание в жизни Берсерка было впереди. Летом 1995 года Россию подвезло страшное известие из города Буденовск, куда неожиданно ворвалась банда чеченских боевиков у главе с Шамилем Басаевым. Террористы захватили местную больницу, поставив под угрозу жизни 1600 медиков, пациентов и других жителей города, согнанных в одно место. На события такого масштаба выехал весь личный состав «Альфы». Когда стало ясно, что боевики предъявляют невыполнимые для власти требования, спецназу поступила команда штурмовать больницу. Операция началась в 5 часов утра, 17 июня. Виктор Блинов шел в первый ряду штурмующих. По словам свидетелей, внешне он не торопился и продвигался пешком до самого торца здания, стреляя в боевиков. Чеченцы были в таком смятении, что швыряли в бойца «Альфы» гранаты, забыв выдернуть них чеку. Однако, ни одна пуля и ни один осколок тогда не повредили тело берсерка. Его защитил бронежилет. Виктор Блинов добрался до окон первого этажа и начал спасать заложников. Но попасть вглубь здания не удалось. Каждый коридор был заминирован растяжками и плотно расстреливался боевиками с пулеметов. Штурм окончился провалом, бойцы спецназа были отозваны. Берсерк покидал больницу одним из последних, прикрывая молодых коллег. Сам Блинов признался, что этот штурм стал для него самым тяжелым боем. Его служба в «Альфе» закончилась через 4 года. В 1999 году. Виктор Блинов не злоупотреблял алкоголем, а стресс после спецоперации снимал интенсивнейшими спортивными упражнениями. Его здоровье оказалось подорвано непомерными физическими нагрузками и последствиями ранений. Виктор Блинов скончался 10 февраля 2017 года. Гроб с телом Берсерка несли на руках все руководители оперативно-боевых отделов «Альфа».